Учаканье гостей выхованцы Будакашалёвского детячего дома семейного типа показывают журналистам телерадио компании «Гомель» свои любимые цацки и рассказывают об захоплениях. Эта установа была открыта на початку 2015-го и зараз тут проживают 9 детей. Правда, некоторые из них пришли сюда к рыху поздней. С так званого первого набора двое неполнолетних вернулись в биологичную семью. Батьки-выховальники тенденцию одновления семью витают. Хоть реальность пакуль такая, что все остальные дети вероятно застанутся тут до полнолетия. За выключением махчима самого маленького Тимофея, якому улютам сполнится два годы. У дом семейного тыпа его накировали на 6 месяцев. Менавито такий термин вызнашли его биологичным батькам, как кардинально переглядеть свои поводзены. Меньшие, да, мамы, старшие, старшая тетя Вика, Виктория Александровна, ну по-разному, дети по возрасту уже 15 лет, уже как бы я же не мама, можно сказать. Стараемся ладить с биологическими родителями, искать общих контакт, чтобы дети возвращались по своим семьям. Старшиня гомельского облаканкама Владимир Дворник проезжая у Будокошелёвский детяши дом семейного тыпу с подарунками и одразу урушая их выхованцам. Набору цукерок и роликовые коньки кожному, включающий маленького Тимофея. Коли мерковать по реакции хлопчика, такие подарунки ему спадабалися. Увагуле, у рамках акции «Наши дети» без уваги не застанется ни один дитяши дом семейного тыпу. На гомельшине их зараз 39. У наступном годе плануется открыть яшшетры. При гэтым наша в область з'является адзиной у Беларуси, дзе у системе аддукассы не засталося ни одного специализованного дома-интерната, а усе дети, які мают необходность у допомозе державы, знаходятся у приемных и опекунских семьях, а так само домах семейного тыпу. У правильности такой политики тут перакананы. У Рыште, коли детьми с проблемных семью показать іншую модель поводзенов, их життё може змениться коренным чином. Забота о младших, это и создание быта, и оказание помощи взрослым в содержании дома, ведение домашнего хозяйства, распределение бюджета. Это все такие негласные уроки жизни, которые дают сегодня возможность именно быть уверенным в дальнейшей самостоятельной жизни. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» с Будыка Шалёва.